В конце месяца Евросоюз проводит третий саммит «Восточное партнерство». Он пройдет в Вильнюсе. В чем суть этого мероприятия и этого проекта? Речь идет о партнерской программе, которая в некотором смысле продолжает европейскую политику добрососедства. Она была разработана в 2004-м. Дата важна. Именно тогда ЕС принял в свои ряды большую группу стран из Восточной и Центральной Европы. По мере адаптации новичков ЕС внес в программу важный аспект – управление новыми восточными границами европейской семьи и выстраивание взаимоотношений с новыми соседями. Отсюда был сделан первый шаг на пути к восточному партнерству. В этом формате ЕС ведет диалог с шестью бывшими советскими республиками – Белоруссией, Украиной, Молдавией, Арменией, Азербайджаном и Грузией. Итак, Европейский Союз озабочен тем, что происходит на его новых восточных границах, в пространстве между собственной ЕС и Россией. Партнерство должно обеспечить всем сторонам определенные преимущества. ЕС говорит, мы не приглашаем вас присоединиться к нашим институтам, но мы готовы помогать вам, поддерживать вас, возможно финансировать, способствовать сближению наших стандартов в разных сферах жизни. Надо признать, что в вопросах о стратегии восточного партнерства среди членов ЕС нет единодушия. Так Франция и некоторые другие страны против активной интеграции экс-советских республик, а новый член ЕС Польша, или по крайней мере часть ее политические верхушки, обеими руками за сближение, скажем, с Украиной. Большой интерес к сближению с Евросоюзом есть и у Молдавии, вдохновленной примером Румынии. Когда Румынии, это будет более Голдавия, будет приближение с Евросоюзом. Очевидно, что в рядах восточных партнеров нет и не может быть единства интересов. Так Армения исторически держится за Россию по одной простой причине – близости Турции. Грузия при Саакашвили сильно сблизилась с Западом, НАТО и, как следствие, с ЕС. Азербайджан с его уникальными природными ресурсами – лакомый кусок для Европы. Так что восточное партнерство далеко от четкости и однородности. Многое определяется текущими экономическими и геополитическими интересами сторон. Разумеется, крайне важным в этом вопросе остаются взаимоотношения с Россией, у которой также хватает собственных расчетов и геополитических задач. Хотите задать вопрос? Заходите на наш сайт или наши страницы в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok